МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В понедельник вечером на улице Глебке столичным спасателям пришлось тушить грузовой автомобиль МАС. В результате поджога была повреждена обшивка и закопчен салон грузовика. Предположительно, короткое замыкание электропроводки стало во вторник причиной пожара в одном из гаражей гаражного кооператива «Дружба» по улице Олишева. Загорание произошло около 11 часов утра. В результате ЧП было повреждено имущество, хранящееся в гараже, и его деревянная отделка на площади 2 квадратных метра. В среду нетрезвый мужчина устроил пожар в подвале жилого дома. О ЧП, которое произошло вечером в доме по улице Маяковского на 101, сообщили обеспокоенные жильцы. В подвале девятиэтажки загорелся мусор. Доступ в подвал ограничен не был. Оказалось, что время в подземном помещении проводил нетрезвый безработный гражданин, к слову, зарегистрированный в Брестской области. 52-летний гость столицы отравился продуктами горения и был госпитализирован. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении самим пострадавшим. Минск чрезвычайный. Сразу несколько автомобилей сгорели за сутки в среду и четверг. В Минске оба автомобиля загорелись во время движения. В Форде 99-го года выпуска на улице Острожских пламя вспыхнуло в моторном отсеке, как позже выяснилось из-за короткого замыкания. Буквально через считанные минуты огонь перекинулся и на салон. Пожар потушили прибывшие спасатели, пострадавших нет. Избежать жертв и пострадавших также удалось и во втором случае. На улице Долгобродской автомобиль Ауди 88-го года выпуска загорелся предположительно из-за утечки топлива. Еще до прибытия пожарных расчетов с огнем пытались справиться очевидцы. Но окончательно затушить пламя удалось лишь огнебортом. В четверг предположительно короткое замыкание электропроводки в розетке стало причиной загорания домашнего имущества на площади 8 квадратных метров в квартире на улице Дунина Мартинкевича. В результате пожара повреждено имущество и закопчена четырехкомнатная квартира. К тому же 69-летнему хозяину придется заменить и окна в квартире, так как огнем было повреждено само остекление. Выходные в Минске прошли без серьезных происшествий. Если бы не инцидент на детской площадке, на двух школьниц упала бетонная арка. Сообщение о ЧП в московском районе на улице Космонавтов поступило в субботу около 6 часов вечера. Бетонная арка с металлической лестницей, располагавшаяся на детской игровой площадке, упала на землю. В итоге пострадали две девочки 2006 года рождения. Обе они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Минск чрезвычайный. Ну что ж, о происшествиях на этом все. Хочу лишь напомнить, что на календаре заканчивается октябрь. На дворе холодает и неправильные попытки согреться часто приводят к пожарам. По всей республике с 20 октября по 20 ноября МЧС проводит акцию за безопасность вместе. Прежде всего спасатели проверят чердаки и подвалы, а также неэксплуатируемые дома, чтобы предотвратить туда доступ лиц без определенного места жительства, а также любители сообразить на троих, которым бдительные супруги не дают собираться и делать это дома. Именно эта категория людей чаще всего становится виновниками пожаров в так называемых местах общего пользования и бросовых зданиях. Также спасатели посещают дома одиноких пенсионеров и людей из так называемой повышенной группы риска. Им напомнят, как уберечься от огня. К инициативе спасателей присоединились милиция, энергетики, представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства и других субъектов профилактики. Напомню, что по статистике МЧС около 65% пожаров с гибелью людей происходят именно в осенне-зимний период. К трагедии приводят нарушения правил безопасности при использовании отопительного оборудования и электроприборов. Будьте внимательны, берегите себя. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.